Всем привет ребята, с вами Джофф и перед вами моя новая рубрика интересные ответы разработчиков. Я решил собрать все ответы разработчиков, которые они публикуют на разных площадках, которые они дают на разных мероприятиях, на турнирах, сходках, встречах и так далее. Собрать их вместе в одном видео, рассказать о них вам и одновременно высказать свое мнение по разным темам. Надеюсь эта рубрика будет вам интересной и надеюсь она кажется для вас полезной и занятной. Итак, поехали. Возможно ли в записи боя сохранить послебоевые результаты, которые доступны в игре? Если да, то насколько высок приоритет этой задачи? Спрашивает у разработчиков один из игроков. Пока трогать не будем, работаем над серверными реплеями, отвечает Шторм. Что такое, ребята, серверные реплеи? Это такая тема, о которой мы еще говорили с Мишей примерно год, даже больше назад. В первом варианте, насколько я помню, это реплей, который вы загружаете на сайт Wargaming и который автоматически конвертируется, преобразуется в видео. И вы сможете на их сайте смотреть это видео. Второй вариант, если я не ошибаюсь, это то, что вы ставите в клиенте специальную галочку, реплей автоматически подгружается к ним на сайт и уже доступны в качестве видео. Я считаю, это очень важная штука, которая не только позволит вам быстро просмотреть свой бой, показать его друзьям и так далее, но и поможет в целом бустнуть, скажем так, видеоконвейер нашей игры. То есть появится еще больше игроков с интересными видео, появится еще больше обзорчиков, надеюсь, интересных. И в целом будет немножечко проще что-то увидеть, что-то посмотреть, посмотреть какие-то интересные бои, отобрать их для своих видео и так далее и тому подобное. В общем, я думаю, штука будет важная и надеюсь, что скоро она появится в нашей игре. На сегодняшний день легкие танки восьмом уровне есть только у французов и китайцев. Мы также знаем, что есть планы добавить немецкие и американские машины. Есть ли какие-то подходящие танки у британцев или японцев? Спрашивают игроки. Сереба отвечает, пока не нашли ни британцев, ни японцев подходящих. Будут данные, будут и танки. На самом деле, на мой взгляд, в игре есть вообще реальная большая проблема с легкими танками, в том плане, что артиллерия уже не представляет такой угрозы, как когда-то. Вот, игроки многие, точнее вот это все новое поколение, оно просто разучилось играть на легких танков и сейчас в нашей игре танк, точнее класс легких танков, он по факту просто не нужен. Есть, да, есть отдельные скилловые игроки, они могут светить, они могут стрелять, нагибать на голоде. Но, я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас легкий танк это уже не такая грозная сила, как было когда-то. Я лично надеюсь, что когда появятся другие легкие танки восьмого уровня, что это все изменится. Потому что действительно интересно, когда легкий танк что-то может сделать на поле боя. Сейчас, к сожалению, мало что, потому что он уже не к месту. Есть ли планы по активируемым скиллам для экипажа? Нет, таких планов нет. На самом деле, ребята, по-моему, вот это ошибка. Потому что вот как только я услышу слова, точнее, слово сочетание активируемой скиллы, у меня сразу представились разные ситуации в бою. Когда вы едете, допустим, на врага, да, у вас кританут двигатель, вы нажимаете кнопку какую-то, да, и, допустим, на 10 секунд ваш двигатель работает не на 50% мощности, а на 75%. Да, там, допустим, механик-водитель, там, раздевается до голов, берет гаечный ключ на и долбит по двигателю, и он просто в ужасе начинает быстрее работать. Ну, точнее, эффективнее работать. Вот, на самом деле, мне кажется, активируемые скиллы, это очень прикольная штука. Во-первых, это бы очень сильно разнообразило геймплей, да, там, немножечко увеличить точность, там, да, там, допустим, на минуту увеличить точность танка на 0.1. На 0.1. То есть, если у него 0.36, то будет 0.35. Тоже прикольная штука. В общем, на самом деле, идей многое, единственное, что, как это реализовать в игре. Я считаю, такая штука имеет место быть. Планируется ли визуально улучшить танки, например, добавить отметки о наградах, или также дополнительные ящики с инструментами, мешки с песком и так далее в ближайший год? Шторм отвечает, вполне возможно, но пока раскрывать подробности не буду. Ну, ребята, что тут сказать, это, на самом деле, самая первая фишка, которую реализуют любые крупные игроделы. Допустим, те же Valve, те же Blizzard. Допустим, Valve в доте, они позволяют своих героев одевать в разные интересные одежки, да, там, покупать им мечи и так далее. То есть, менять внешний облик. Внешний облик это самое простое и самое банальное, что, в принципе, вводится в любой игре. Даже в самой такой простейшей китайской, там, про эльфов и так далее. Вот. В нашей игре это тоже можно сделать. Я уверен, что игроки будут тратить сотни-сотни тысяч кредитов на инструменты, на мешки с песком, бревна и все такое прочее. На эти бутафорские пулеметики и так далее и тому подобное. Вот. Кроме того, что это будет интересно с визуальной точки зрения, это, конечно, будет выгодно и самим разработчикам. Поэтому я, на самом деле, в небольшом удивлении, почему этого до сих пор в нашей игре нет. Потому что каждому из нас хочется уникальный танк. А как сделать уникальный танк? Покрасить его в уникальный какой-то цвет, поставить надпись и поставить там кучу ящиков. Вот. Понятное дело, что их не будет в коллижен модели, они будут только внешне, но красиво? Красиво. Будет ли расширен список друзей в игре? Да, в следующей версии чата будет расширение и улучшение контакт-листа. Отвечает Шторм. На самом деле, в игре World of Tanks чатик это отдельная головная боль. Я, как человек, который делал кучу стримов, который сталкивался с кучей игроков, которые сидят в одном чате, флудят, матерятся, делают что-то еще там. В общем, занимается всем чем угодно, только не нормальным общением. Я могу вам сказать, что чатик это просто пипец. На самом деле, нет даже таких простых возможностей, как сделать себя в Invisible, да? Как, допустим, есть в ICQ. Уйти в Invis. Нет возможности создавать какие-то группы друзей. Нет возможности ставить под отметку не беспокоить. Нет возможности... Ну, кучи у нас возможностей нет. И, конечно, хотелось бы их как-то, не знаю, реализовать нормально. Надеюсь, это будет в будущем сделано. Потому что это реально нужно. Игрок спрашивает. Я так понимаю, что новая ветка немецких ПТ уже окончательно утверждена. Но почему на 10 уровень была выбрана именно Waffentragen E100, а не, скажем, Waffentragen Panthera в какой-либо вариации? Например, Rain Metal Scorpion. Сереб отвечает. Скорпион не тянет на 10 уровень никак. Смысл E100 – это возможность установить мощную и тяжелую АА-систему без такой потери подвижности, как на Маусе. На самом деле, ребята, я видел в интернете фотки Скорпиона, и могу сказать, что было бы, в принципе, неплохо получить на 10 уровне какую-то альтернативу вафле E100. Потому что вафля, она очень точная, она очень мощная, но при этом она и светится, как новогодняя елка. Для тех владельцев, кто на ней катался, они понимают, что она светится с 420-430 метров, а это очень много. Я был бы не против попробовать покататься на танчике, который, допустим, не может влить 3300 урона за 10-15 код, но который может влить, допустим, 2500, но при этом он не так сильно светится. Это, как по мне, тоже было бы интересно. Но на все воля разработчиков. Такие отметки заслуг рассматривались, пока не делаем по причине возможной токсичности плохих игроков. На самом деле, позиция серба тут понятна. Как только появятся отметки, которые будут отмечать, допустим, игроков, у которых больше 60% побед, сразу появятся, скажем так, играющие ради удовольствия другие игроки, которые начнут таких вот игроков на респе крыть матом, обзывать и, может быть, даже кооперироваться с другими такими же рогатами и убивать их прямо же на респе. Кричать, ты статист, ты донатер, ты фуфло, ты говно и так далее. Согласитесь, такое будет. Но, с другой стороны, я лично за такие отметки, за их видение, потому что всегда нужно показывать кому-то, где его место. Потому что, когда в рендоме ты с кем-то общаешься и просишь его что-то сделать, а оно тебе пишет, типа, да ты ничего не знаешь, ты там нуб и так далее, то вот такая вот отметочка сразу бы помогла ему понять, что ему пишет далеко не нуб. Ну, это мы и такие мысли. Мучает меня вопрос. Почему, с одной стороны, разработчики борются с педобирством, исключая из всевозможных акций танки ниже четвертого уровня, с другой стороны, массово дарят танки вторых-третьих уровней, побуждая игроков к игре на них? Разработчики отвечают. Это меньшее зло. На самом деле, ребята, если вы спросите мое мнение, я считаю, что подарить игрокам вот этот Т7 Combat Car это самый большой фейл картошки за последние, наверное, полгода. Реально фейл. То есть, вы понимаете, что, с одной стороны, они борются с педобирством, они нерфят Гочкаса, точнее, повышают им уровень боев, они там кого-то что-то делают, там, да, там, кого-то забирают из песочницы. Я, в общем, не в курсе всяких этих движок, я просто знаю по цветам разрабам, что они борются с педобирством, они не хотят, чтобы игроков нагибали. С другой стороны, вы знаете, что они делают? Они дарят самый фуфлыжный легкий танк второго уровня игрокам, и получается, что рендом заполонен этими танками, выезжают педобиры, делают на этих танках кучу колобановых, и у игроков малоопытных куча батферта. Вот это реальный фейл. Поэтому, на мой взгляд, вместо того, чтобы вот так вот бороться с педобирством, выводя какие-то танки из продажи, как было в мерзкочке с сам премиумным, или делая что-то еще, они бы лучше просто не дарили бы таких фуфлыжных подарков, и всем было бы хорошо. При обсуждении карт вы сказали, что карты типа Эрленберга и Редшира будут переделываться. А, собственно, почему затяжной геймплей этих карт вы считаете недостатком? Мне, например, всегда нравились Камарин, Топ и так далее. Думаю, я не один такой. Очень странный игрок. Ему отвечают, к сожалению, мы делаем игру не для вас лично, а для игроков в целом. Затяжные бои для игроков в целом нежелательны. Тут я с разработчиками полностью согласен, затяжные бои это настоящий бич в World of Tanks. Эрленберг, Редшир, Камарин, Топ. Ну, Топ еще более-менее БТРно, но предыдущие три карты это полный пипец, поэтому их надо переделывать, с ними надо обязательно что-то делать. Почему решили Эмилю не давать голдовых снарядов? Не было в реальности? Отвечают, крутовато будет. Ну, в принципе, да, давать на седьмом уровне танку голдовые снаряды, если у него ББш-компробитие 230 чем-то, то голдой будет 270 или 260, это очень круто. То есть танк седьмого уровня, который может пробивать без проблем десятки, это да, это круто. С другой стороны, у разработчиков уже был ИС-1 китайский, который с пробитием 300 мог насиловать ИС-7 прямо в лоб. И это тоже их ошибка большая. Они, конечно, ее уже исправили, но факт остается фактом, она была. Вот, и в этом свете, ну, понятно, что они один раз обожглись на китайском ИСе, и потом решили не давать голду каким-то другим танкам седьмого уровня. На самом деле, ребята, когда у танков появятся прокачиваемые штуки, не только там башни и орудия, но еще и корпуса, ходовые, может быть, что-то связанное с гусеницами и так далее, все в нашей игре перетарабанится. То есть, вполне возможно, что Е50, Е50М это станет один танк, вполне возможно, что Пантера 2 опять переберется на 9 уровень, Пантера 1 опять станет 8, как это было когда-то. В общем, я думаю, нас ожидают очень и очень интересные изменения. Я этого с нетерпением лично жду. А есть ли в планах ослабление брони предыдущими попаданиями? Разработчики отвечают, было в планах еще до закрытого теста, отказались. В основном, ребята, из-за того, что многими игроками будет это воспринято негативно. Они не будут понимать, почему он меня пробил. С другой стороны, это было бы логично. То есть, если у вас очень слабый танк, против вас выезжает более бронированный танк, и вы понимаете, что у вас нет шансов его пробить, но при этом у вас, возможно, есть барабан, вы просто берете, стреляете много-много раз в одну точку, и, допустим, там на третий-четвертый снаряд вы уже пробиваете врага. Логично, ребята, логично. Было бы интересно все это получить в игре, но при этом поймите, сколько будет на форуме вопли от малоопытных, рогатых игроков, которые будут создавать топики и кричать, почему я на 75-ке выехал, там, допустим, на ИСа-1, да, или на какого-то там 1390, а он меня ББшками в лоб пробил в НЛД, или, может быть, даже в ЛД, не дай бог, да. Короче, таких топиков, конечно, появится огромное количество, поэтому, скорее всего, такого не будет. Вот тут, ребята, у нас кусочек вырезанный из обсуждения на форуме, когда игрок спрашивал про многострадальный Т7 Combat Car. Цитирую. Я спрашиваю про играбельность машины и не жалуюсь на то, что мне не подарили прем 8 уровня. Просто столь неиграбельной машины я еще не видел, вот и прошу объяснить, как на нем нужно играть. Может, я просто чего-то не понимаю. Разработчики отвечают. Такое нытье возникает при вводе каждой низколевельной машины. Причина именно жадность. Так что уже извините, не верю в иные побудительные мотивы с вашей стороны. На самом деле, игрок полностью прав, как на мой взгляд. То есть, Т7 это не просто плохая машина, на которой можно играть. Это полностью на своем уровне неиграбельная машина. И, как я уже говорил раньше, это самый крупный фейл разработчиков за последние полгода. То есть, подарить настолько откровенное говно, это надо постараться. И это, на самом деле, как по мне, вопрос к отделу разработки. Как они могли вообще додуматься, допустить такой танк. Не просто плохой и слабый, а неиграбельный. Это тоже вопрос. Игрок спрашивает, это окончательный вид ДС-3 или будут еще какие-то изменения? Это он имеет в виду патч 0.8.9. Шторм отвечает, ну вот я пока что еще решение не принял. Есть вариант провести таки танк к точному историческому соответствию. Но это может быть многими негативно воспринято, из-за того, что НЛД придется сильно нерфить в наклоне. А есть вариант пока оставить все как есть. До переделки моделей в новое улучшенное качество при переделке всех моделей танков. Дальше идет следующий вопрос. Вы не могли бы перечислить примерно какие плюсы и минусы у привода танка к исторически точному аналогу, помимо утончания НЛД? Шторм отвечает, ну с точки зрения геймплея плюсы у исторического варианта следующие. Гораздо лучше угол наклона верхней наклонной части борта, это так от которой случаются рикошеты. Чуть больше толщина вертикальной нижней части борта. Минусы следующие. Гораздо меньше угол наклона НЛД. 55 градусов вместо текущих 63. Из-за уменьшения угла наклона также значительно увеличится площадь НЛД во фронтальной проекции. Чуть меньше толщина верхней наклонной части борта. 85 вместо 90. Вот это, ребята, на самом деле яркий пример того, как разработчики специально не приводят танк к историческому соответствию, из-за того, что на форуме возникнет вайн. Будет куча нытья, будет куча соплей и так далее. Ругать их из-за этого или хвалить? Я, честно говоря, не знаю, учитывая, как они бьются за историзм, за историческое соответствие и все такое. И при этом как они водят разные вундервафли, при этом как они не хотят нерфить советский танк ИС-3, только потому, что это самый, я уверен, популярный танк восьмого уровня в игре, трудно сказать. На мой взгляд, все должны быть равны. Если уж вы нерфите какой-то другой танк восьмого уровня, или девятого, или десятого, то нужно нерфить и, понятное дело, советский танк. Даже несмотря на то, что он самый популярный в игре, и все это вызовет кучу негатива и война. Делайте исторически, делайте исторически, но не делайте ни для кого исключения. Это лично мое мнение. Тут у разработчиков спрашивают, когда будет следующий патч. Следующий патч в декабре, и он будет называться 0.8.10. Тут, ребята, я вижу, что разработчики специально называют его 0.9, потому что на 0.9 они планируют какое-то очень-очень крупное изменение. Скорее всего, это будет какое-то изменение графики, или изменение в целом клиента и добавление полигонов на модели, или что-то еще, возможно, с физикой что-то это делают. В общем, они, видимо, будут несколько патчей называть 0.8.10, 0.8.20, 0.8.50, пока не допилят что-то такое вот большое и основательное. Это мои мысли. Планируется ли в 2014 году новые тяжелые премтанки 8 уровня и какие? Планируется 4-5 танков, будет французский, но не как ФСМ, танк выйдет с броней. Если вы, ребята, интересовались, то в целом у французов, если я не ошибаюсь, есть вторая ветка тяжелых танков, которые без барабана, но при этом с броней. Я лично этих танчиков очень сильно жду. Предполагаю, что они будут примерно такие же подвижные, но при этом без барабана и по-своему, может быть, интересные. Так что ждем, посмотрим, что там получится. Что новое планируется по боевым задачам? Планируется расширение боевых задач, так в декабре будут боевые задачи, за выполнение которых вы сможете получить танк ИС-6. В 2014 году будут задачи, за выполнение которых вы сможете получить специальные танки, которые не будут продаваться в магазине. Вот это, ребята, на самом деле, очень интересно. То есть, уже в декабре мы сможем выполнить такую боевую задачу, за которую мы получим премиумный танк 8 уровня. За это картошки большущий респект. Это реально офигенно. То есть, без доната любой игрок в нашей игре сможет получить премтанк, который офигенно нагибает и офигенно фармит. Окей. Но при этом в следующем году мы уже сможем получить специальные танки, которые никакой донатер купить не сможет, и для получения которых нужно будет выполнить какое-то спецзадание. Я думаю, это будет спецзадание из разряда там победи несколько раз на глобальной карте, победи несколько раз в командном бою. В общем, выполнить целый этап условий, и тогда ты получишь спецтанчик. Ну, несмотря на какую-то сложность всех этих заданий, всех этих боевых задач, я думаю, что это очень и очень круто и очень-очень правильное решение. Клево. Так держать картошка. Когда ждать городские карты? Сейчас в работе 4 городские карты будут в ближайшем к ТТС. Ну, что тут сказать? Шторн нам уже говорил, что в работе сейчас Харьков и что-то другое. В общем, я думаю, разработчики прислушивались к народному мнению. Они проводили опрос у себя на главный сайт. Они поняли, что игроки ждут городские карты. И надеюсь, что такие ужасы, как Серверогорск или Свеченная Долина, больше нас не увидят. Точнее, мы их больше не увидим. И будут водиться только хорошие карты. Кстати, последняя карта, Северо-Запад, мне лично нравится. Она напоминает рудники, она напоминает немножечко тундру. Она, в принципе, довольно-таки БТРная. Неплохая. Как будут набираться исторические бои? Нужна ли будет определенная техника или рандомная? В исторических боях будут пресс-этапы. Определенное количество ПЗ, штугов и так далее. То есть, ребята, кто не знает, исторические бои – это такая тема, один из режимов боев, когда вы сможете играть только на той технике, которая воевала во Вторую мировую войну или в какие-то другие войны. Пресс-этапы – это значит, что войти в эти бои нужно будет только на определенной технике. То есть, будет советская сторона, будет немецкая сторона. В немецкой стороне будет, допустим, 5 тигров, 3 штуга и 2 ПЗ. В советской стороне будет там 5 ИСов, 2 КВ и там, допустим, 3 Т34. И все. Вот это будет такое определенное количество. И игроки будут именно такими сэтапами попадать против друг друга. Будет это интересно или нет? Я думаю, своих фанатов такой режим боев найдет в любом случае. Ну и в конце, ребята, небольшая такая солянка от Шторма, которую он опубликовал буквально вчера. Я вам сейчас ее прочитаю. Первое. Если все сложится, в следующую версию войдет пролет снарядов через разрушающиеся объекты, заборчики, скамеечки и так далее. Вот этого, ребята, я, честно говоря, ждал на последние, не знаю, полгода или год. Потому что очень-очень сильно бесит, когда ты выцеливаешь вражеский танк, стреляешь в него. А, допустим, там, снаряд попадает в скамеечку. И ты его не то, что не пробиваешь, ты в него даже не попадаешь. И ты проигрываешь бой. Я думаю, у всех, у каждого были такие ситуации. И, наконец-то, разработчики сделают так, что какая-то маленькая скамеечка, да, там, какой-то столбичек маленький, что он не препятствует полету снаряда к цели. Это хорошо. Исправили ошибку с отображением среднего опыта танкистов в два раза меньшим, чем на танке. Это только ошибка отображения, не переживайте. На самом деле, не в курсе такой ошибки, не обращал внимания, но, видимо, было много ботферта на форуме из-за нее. Увеличили скорость вращения башни Мауса на 2 градуса, то есть почти на 15%. Вот это ап! На самом деле, Мауса надо очень сильно апать, потому что один из самых неиграбельных тяжелых танков 10 уровня, они увеличили скорость вращения башни на целых 2 градуса. Вот это да. Смешно. Влили правки по льву. Верхняя часть борта плюс 20 миллиметров, минус 2,5 тонны веса, плюс 40 снарядов БК. Ужас. Угол склонения для пушки минус 2 градуса. То есть стало больше на 2 градуса. Ну, хороший ап, довольно хорошего премтанка. Надеюсь, что владельцы этих танков начнут на нем играть лучше. Но это вряд ли. Японцы ржавятся, карты перекапываются, все пачком, работа кипит. Вот что отвечает Шторм. Ну вот, в принципе, и все вопросы, которые я хотел с вами сегодня, ребята, обсудить. Надеюсь, вам было интересно услышать ответы разработчиков и, конечно, мое мнение по каким-то отдельным темам. Всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам все понравилось. И пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение этой рубрики. Всем спасибо, всем пока. Чао, какао. Субтитры подогнал «Симон»!